Всем привет, это канал Миллион Абдулла. Сегодня я в гостях у Эдуарда. Это настоящий аудиофил high-end chic. У него правильные провода, правильные всякие прибабахи. Сейчас мы это все посмотрим и за кадром. Эдуард не хочет в кадр заходить. Он кое-что ответит на мои вопросы. Ну что, понеслась. Смотрим сначала аппараты. Начнем с колонок. Это стереосистема. Если я что-то неправильно скажу, Эдуард меня подправит. Вот первая колонка. Вот вторая колонка. Вот они. Оба без гриля. Гриль снятый. Вот гриль здесь стоит. Здесь усилитель. Я пока не буду говорить название. Будем спрашивать. И здесь офигительный проигрыватель CD. Очень дорогой, навороченный. Я таких никогда не видел. Ну и гвоздь программы, это конечно же провода на подставках. То есть здесь все серьезно. Я послушал систему. Звук просто офигительный. Начнем вот этих штучек. Вот что это такое? Ну их называют в природе яйца Ефимова. Яйца Ефимова? Яйца Фаберже? Да. То есть это, как ты говорил, гармонизаторы? Гармонизаторы, да. Ну они прибавляют немножко, как тебе сказать, жизни, разрешение лучше становится. Небольшой эффект есть. Небольшой. Понятно. Понятно. Еще один вопрос. Вот рядом с колонкой у тебя какой-то щиточек стоит. Ты мне уже говорил. Вот людям расскажи, что это. Зачем? Немножко низких частот прибавляет. Зачем того, что колонки немножко узкие, скажем так, 23 сантиметра, это немножко как низа прибавляет. Понял. И очень козырной вопрос. Вот я это посмотрел. Я настолько удивился. Ни у кого такого нету. Вот здесь есть подставка и там, поближе подойди, пожалуйста, чтобы слышно было. И там есть три ножки. И они очень близко друг от друга стоят. Что колонка, в принципе, вот я сейчас покажу, она немножко вот шатается даже. То есть у нее нет устойчивости. Вот расскажи про это. Ну это система так сделана. Система так сделана. Это так сделана. Система, она стояла раньше на четырех ножках, как ты видишь. Ну человек пришел с годами к такому выводу, что... А что за человек? Кто? Изготовитель? Павликов Владимир, Володя. Павликов? Володя. Володя, да? Это из Питера, да? Да, питерский. И, кстати, мне вот понравилось, как они звучат. Да, они эмоциональны, очень эмоциональны. Эта подставка, я думаю, не в последнюю очередь там сыгралась. Нет, она играет роль. Подставка, даже если ты будешь делать их, например, из дуба, из ореха. Ну там из разных ценных пород дерева. Даже она все звучит по-разному. Вот она совершенно верно. Прям там вот эти ножки, прям настолько близко, что площадь опоры совсем круто. Ну они стоят две впереди, а одна сзади. Внутренности колонки, конечно, мы не сможем показать, но там все очень дорого. Можно в двух словах? Что там? Ну где-то фильтры стоят порядка двухсот тысяч. Фильтры только один? Ну по сто тысяч на каждую колонку, да. Ух ты ж елки-палки. Динамики, динамики вот эти где-то в районе пятидесяти все. Ну это алюминиевые, это... А корпус сколько стоит? Сто двадцать. Сто двадцать? Вах! Ну он же, ты видишь, он полированный везде, сзади, снизу. Кстати, полировка, вот полировка, еще и сзади полировка. Ну в общей сложности такие сейчас будут стоить. А вот еще я хочу спросить, это я как-то не спросил. Можно сюда со светом? Вот здесь проводочки, и причем как-то хитро сделано, а один вроде отсоединен. Нет, это отсоединен один из этих яиц, отсоединенных. Просто здесь к земле... Ах, подожди, подожди, то есть ты хочешь сказать, что яйца присоединены проводами, что ли? Да, они подсоединяются к плюсу-минусу в акустике. А я думал, они просто везде сами по себе. Нет, 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 они к колонке подсоединяются. Ах ты, вот оно в чем дело. Конечно. А тут заглушка или дырка? Это фазоинвертор, просто закрыт сейчас так пробую. А, заглушечка. Можно открыть, будет другой, более такой, воздуха больше будет. Подожди, так тут я вот не пойму, а вот этот провод, что такое беленький? Это ЗДС к усилителю идет, это земля. А, заземление? Ну, небольшой эффект есть. А, я просто думал, что это как у меня биампинг, а тут заземление. Нет, биампинга нет. Клемы тоже он сам сделал. Клемы сам делал. Тут в этой колонке только фурутек, заводской, остальное все, катушки авторские, все авторское. А вот что насчет подставок? Где говорят, что аудиофилы платят за них дикие деньги? Да, я сам делал. То есть это самопал? Самодель. Вот тут ты прокололся. Да, да, аудиофилы чуть-чуть не дали. Да, 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 нету. Пожалел, пожалел тысяч триста. Да. Ну и лыжную мазь тоже не использовал. Да, нет, лыжная мазь нет. Лыжную мазь. Но это, как говорится, все впереди. Я вазелин пользуюсь. Вазелин. Ну, это как юмор, конечно же. Теперь переходим к вкусненькой части. Это CD-проигрыватель. Я попрошу Эдуарда открыть крышку. Она открывается очень необычно. Рукой. Вот так вот. Там стоит какая-то прижимочка. Причем тут одна прижимочка, есть вторая. Как бы их тут две. Диск берется и вот так вот закрывается. Круто. Я такой проигрыватель первый раз вижу. Вот написано новый диск. Сколько такая штука стоит? Он очень глубокий туда идет, прям невероятно. Да, он 18 килограмм весит. 18 килограмм. Сейчас аналог стоит 450. 450 штук. Ну, там за исключением, что была сделана новая головка. Он супер аудио CD воспроизводит. И новый у него, как они сказали, этот привод. И стоит он на своих родных ножках, я так скажу. Да, да. На трех штуках причем. Ну, тут ножки антивибрационные тоже. Тут все нормально. Понял. Сама вот эта вот подставка тоже самопал. Ну, вот когда я ее увидел первый раз, я на 100% был уверен, что это заводская. Ну, лучше, я скажу, лучше делать... Лучше бы полка из фанеры. Из фанеры можно обвить ее деревяшкой. Все равно это... Она дает призвук, это не есть хорошо. Понял. И вот мы смотрим усилитель. Такой же у Игоря похожая модель, но этот немножко подороже. Да, немножко подороже. Что здесь другого? Здесь дакт, регулировка громкости. Дакт здесь стоит. Он стоит... А можно на русский язык перевести штуку? Ну, дакт, это регулировка... Дискретный регулятор громкости. Дискретный. Ага. Он стоит на 20 тысяч с лишним дороже. И конденсаторы не чеконы стоят здесь. У Игоря обычные стоят, а здесь не чеконы стоят. И вот здесь уже, я смотрю, четыре ножки своих родных висят в воздухе. Да, подставки тоже. Да. А тут три штучки тоже. Впереди одна, и там две сзади видняются. Это вот для чего сделано? Чтобы он не трясся, так вроде он не боится тряски-то, по идее. Нет, ну это... Они дают маленький эффект. Они дают немножко прозрачности, дают там по басу более бас такой собранный дают. Это ножки Таралапс, они еще брались 26 лет назад, когда-то они стоили полмиллиона рублей. Ну это 100 баксов было на эти деньги. Вот я могу сказать, что я послушал эту систему, и мне уже не смешно, когда Эдуард говорит прозрачный звук, собранный бас. Для меня это уже такие понятия конкретные, потому что раньше для меня это было, ну как-то смешно немножко слышать, что значит собранный бас, как-то непонятно. А вот сейчас вот я послушал, причем взял свои диски, Эдуард очень грамотно рассказал, где какие косяки в записи. И мне это настолько понравилось, что вот я услышал действительно, как оно на самом деле-то звучит. Мы послушали диски с плохими записями, с хорошими, с очень хорошими, с аудиофильскими, и везде была разница. Эта система, как я понял, и сейчас Эдуард меня подправит, если что, заточена под джаз-классик. Джаз-классик, джаз-классик, блюз. Ну это самое основное направление, которое живая музыка, которой действительно можно послушать именно эмоции, скажем так. Металл это динамика. Тогда как рок это уже... Ну металл, рок, динамика. Другая песня совсем. Это другая песня, это более... колонки более динамики большие, низкочастотные. Сейчас там будут мусора, грязи выливать. Но она так и есть. Я не вижу смысла вкладывать кучу денег, если ты занимаешься именно роком, металлом. Смысл. Да. Ты не получишь эмоции все равно от этой системы. Никогда. А сколько стоит вот этот усилитель твой конкретно? Ну сейчас вот на сегодняшний день он стоит... Предраздительно. ...180 рублей. 180 тысяч рублей. До этого у меня был Primar A32, Spred 32. Ну он его переиграл по всем параметрам, по всем показателям. Ширина, глубина сцены, прорисовка задних планов, локализация в пространстве, эмоциональность. Все. Этот усилитель дешевле, скажем так, в три раза Primar этих всех. Ну он его переиграл. Это наш усилитель отечественный. Профиль аудио. Да. Профиль... Профиль аудио. Ну профиль аудио. Отлично. Ну в общем... Он еще толком не прогреет, кстати. Что самое интересное, тут в общем-то компонентов достаточно мало. Вот усилитель, вот, собственно говоря, проигрыватель, шнуры на подставках, колонки, улучшатели звука. Ну колонки такого класса стоят, ну я импортные не беру сколько, где-то вот они эти сейчас будут стоить где-то 400-420 тысяч. А импортные я не могу сказать. А как называется фирма, мне тут не разборчиво видно. Да, это там просто написано, значок. Вообще колонки называются Sonata 001. Sonata 001? Да, если бы точно. Я люблю русские названия. Понял. Мы решили, что по-русски будем писать, это там написано, это все меняться будет. Ясно, ясно. В общем, как оно все звучит, мне настолько сильно понравилось, что меня сильно очень удивило, вот я вам расскажу свои впечатления, когда мы слушали джаз, очень такой бас прям бархатный, приятненький, а как только я поставил электронную музыку, бас куда-то делся. То есть вот что значит заточенная система. Потому что у меня на моей дешевой технике вот этот же, собственно говоря, диск с электронщиной отдавал такие жуткие басы, что аж все там тряслось. А тут их, как оказалось, и нету вовсе. Вот так. Вот честная система показывает, что на самом деле хорошо играет, а что нет. А тут же я тебе джаз-авангард поставил, который ты не любишь. Я не любил, ну то есть не люблю вот... А вот как-то вот зацепило. Зацепило. А зацепило именно качество записи. И как он вот... Или Маргулиса, который... Маргулис мне не понравился совершенно. Ну а звучит шикарно? А звучит шикарно, да. Вот. А вы поставили моего любимого Могилевского, голос шикарно звучит. А инструменты... А инструменты, как оказалось, раньше меня все это восхищало, а здесь они блекленько играли. А вот чем дешевле аппаратура, они тем лучше у тебя будут звучать. Вот. То есть лучше никак, соответственно. Ладно, Эдуард, большое спасибо. Это коротенький такой буквально обзорчик совсем небольшой. Основная масса времени ушла на беседы. Мы тут все обсуждали, слушали. Это было настолько увлекательно. Провода недорогие. В общей сложности чуть больше 100 тысяч. Так что... Провода 100 тысяч. Ну, там, со всеми этими... Если с гармонизаторами взять, со всеми, ну, где-то 100... 120-130 тысяч. В общем, вот такие цены, и все это вместе играет просто великолепно. Хотя я хочу подчеркнуть, потолки низкие и комната для прослушивания, ну, не то, что не идеальна, а совсем не идеальна. Да. И тем не менее... Для этих колонок места мало, мало места. Мало, да. Им тесновато. Тесновато. И все-таки звук шикарный. И все-таки звук шикарный. Ну, бас собранный, бас не гудит, как ты заметил. А у меня-то как раз гудит. И не собранный. Вот как ты сказал, резиновый или как он там, нутный? Как слово-то? Да, как хочешь. Резиновый, картонный, как хочешь. Картонный. Да, бас должен быть собранный. Не так он... И вот еще такой термин... Образы, образы не увеличенные. Вот образы... Помнишь, ты говорил, когда поет человек, у него лицо или маленькое, или большое? Да, 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 да. Вот это как называется? Ну, я не знал образы. Я называю это образы. Ну, вот если, знаешь, вот если голова, грубо возьмем, 55-58 размер, да, вот она примерно так и есть. А если у тебя голова как телевизор, извини меня. То есть это слишком уже перебор. Это перебор. Или маленькая. Это может колонки, или маленькие. Или, знаешь, у меня вокал звучит где-то на высоте метр шестьдесят, метр семьдесят, при высоте колонок метр. А если у тебя вокал звучит семьдесят сантиметров от пола, то, извини меня, это уже... Ты понимаешь меня, о чем я говорю. Да, 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 да. То есть ты сидишь, в общем, сидишь как в первом ряду. В общем, когда просто рассказываешь, как-то все это немножко смешно. А когда рассказывают и показывают, и ты все это слушаешь, вот уже смеяться не хочется, потому что ты понимаешь, что класс аппаратуры вот этот вот и мой, который у меня есть, это сильно две большие радиуси. Игорь, ну еще усилителю надо прогреваться. Прогреваться он еще только две недели, он еще не объезженный, скажем так. Ему надо прогреться. Ну уже, на данном этапе меня звук очень понравился. Я тебе сразу скажу, что примары, он просто, я удивился, что... Уделал. Уделал. Уделал, не разогретый, уделал. Да, да, да. Может он времени не потребует много на разогрев, может он уже разогрелся или нет? Нет, нет, нет. Нет, да? Ну, я проигрыватель, если грел, очень долго, потому что, ну, эта аппаратура, она требует от того. Понятно. Очень жаль, что мы не можем включить из-за авторских прав. И еще больше жалко, что вы все равно не услышите того, что здесь на самом деле. К сожалению, этот звук настолько волшебный. Ой, ну это непередаваемо, это надо вживую слушать. А, к сожалению, вживую ни в каком магазине вам так все не сделают. Все здесь, колонки все самодельные, очень много интеллекта сюда вложено. Вот этот усилитель российского производства, очень крутой, аналог иностранный, будет стоить во много раз дороже. Я не ошибаюсь? Ну, я так, если он... Несколько раз тоже. Ну, смотри, если он электрокомпонит переиграл, который 430 тысяч стоил, примары мой, которые 470 стоили. О, как. Понимаешь, что я думаю, это минимум 600-700 тысяч усилителей, которые этот, ну, наши ребята делают, просто в шоке, понимаешь. То есть там интеллекта вложено немерено. Ну, если бы он назывался Apple, наверное, он бы лучше продавался. Ну, Apple-то, конечно. Его бы уже с руками разорвали бы все на части. Ладно, на этом закончим. Большое спасибо за внимание. Всем желаем хорошего звука, здоровья, счастья, любви, успехов. Денег побольше, чтобы покупать хорошую аппаратуру. Да. Передай привет. Всем привет. Вы сильно не ругайте Эдуарда. А то ведь нам еще надо будет снимать. А то вдруг он обидится и не будет больше ничего показывать, рассказывать. А у Эдуарда полно друзей, которые тоже аппаратуру классно имеют. Даже гораздо круче, по-моему, да? Да. Так что вот. Намного круче. Мне эта тема интересна. Так что вот. Будем снимать дальше, да. Сильно не ругайте. Еще раз подчеркиваю. Аудиофилы не очень любят, когда их ругают. Всем пока-пока.